Авторское телевидение Корректор А.Кулакова Был на этом рождественском балу в Москве Все, что бывает на всех балах Но все мне казалось в тот вечер особенным Это все увеличивающееся к полуночи нарядное Возбужденное многолюдство Пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице Теснота танцующих в двусветном зале С дробящимися кусталем люстрами И эти все покрывающиеся раскаты духовой музыки Трожествующий гремевший с хор Я долго стоял в толпе у дверей зала Весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда Она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать И настолько рассеянный, что меня по минуту толкали Входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее Решивши сказать ей наконец что-то последнее решительное Было и на мне все уже горячее Фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладкопричесанные волосы Только лоб в поту был холоден, как лед И я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его Казавшуюся, вероятно, гробовой надрезкой черными глазами Все было обострено во мне Я уже давно был болен любовью к ней И как-то волшебно боялся ее породистого тела Великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания Боялся, будучи 30-летним сильным человеком Только что вышедшим под ставку гвардейским офицером И вот я вдруг со страхом взглянул на часы Оказалось ровно 12 и кинулся вниз по лестнице Сбежал я, несмотря на толпу С необыкновенной быстротой и ловкостью И все-таки опоздал Она стояла среди вновь приехавших и раздевавшихся Уже в одном черном кружевном платье С обнаженными плечами И накинутым на высокие бальные волосы Оренбургском платке Ярко блестя из-под него ничего не выражавшими глазами Скинув платок, она молча протянула мне для поцелу руку В белой длинной до круглого локтя перчатки Я от страха едва коснулся губами перчатки Она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку Так молча и поднялись мы по лестнице Я вел ее, как что-то очень священное Наконец, зачем-то спросил пересохшими губами Вы нынче танцуете? Она ответила, прищуривая, взгляда на голову Поднимавшись впереди Не в меру кратко Не танцуя И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей Она продолжала молчать Точно меня и не было Но я уже больше не владел собой Боясь, что потом может и не представиться удобной минутой Вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать Говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо Чтобы никто не заметил этой горячности И она, к великой моей радости, слушала внимательно Не прерывая меня Смотря на танцующих Мерно махая веером Из дымчатых страусовых перьев Я знаю Говорил я с безразличным лицом Но все горячее и поспешнее Мучительно сдерживая дрожащие на губах улыбку счастья От того, что она так терпеливо слушает меня Должно быть, только делая вид, что занята танцующими Я знаю, говорил я, уже не веря своим словам Что я не смею ни на что надеяться Вот вы нынче не позволили мне заехать за вами Тут она все так же, не глядя на меня, безразлично заметила Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивее Да, я ничего не жду С меня довольны и того, что я вот стою возле вас И имею счастье высказать вам, наконец, полностью все то Что я так долго недоговаривал Уж одно это Бормотал я, вытирая платком ледяной лоб И не сводя глаз с ее длинной ресницы В пылинках пудры и с разреза губ Уже только одно это Что я не смею ни на что надеяться Да, я ничего не жду Но я довольна и того, что я вот стою возле вас И не ущащи высказать вам, наконец, полностью Что то, что я так долго недоговаривал Уж одно это Извиваясь среди танцующих К нам подбежала веселая рыжая барышня С последним букетиком ландышей Плетеной корзиночкой Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушкой миличика И торопливо положил в корзиночку 50 рублей, не взяв букетик Барышня мило улыбнулась Присела и побежала дальше Я хотел продолжать, но не успел Заговорила и она, наконец Как надоела мне эта фарфоровая дура Ни один бал без нее не обходится Сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух И глядя на белокурую красавицу Приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими В паре с офицером гостя Жаль, что вы не взяли ландыш Я бы сохранила их на память о нынешнем баре Впрочем, он и так будет память Он и так будет память Я с трудом передохнул от восторга И опустив глаза, с трудом вымолвил Память Она слегка повернула ко мне голову Да, я уже не раз слышала ваше признание Но нынче вы имели, как выразились Жалкое счастье Высказаться, наконец, полностью Относительно своих чувств ко мне Так вот, нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже полностью Возненавидела вас с вашей восторженной любовью Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви Но что может быть несноснее, нестерпимее ее, когда не любишь сама Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя Вы подозревали, что я в кого-то влюблена И потому так холодна и безжалостна к вам Да, я влюблена И знаете в кого? В своего столь презираемого вами супруга Я влюблена В своего супруга Подушь только Ровно вдвое старше меня До сих пор первой пьяница во всем полку Вечно весь багровый от хмеля Груб, как унтер Днюет и ночует у какой-то распутной венгерки А вот погишь ты Влюблена 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 И медленно выбрался из толпы на площадку лестницы Но там в толпе я должен был обойти Какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах Заложившего руки в шапокляком за спину немолодого господина Грубого и крупного В просторном поношенном фраке и прическе а-ля мужик И в ту же минуту прошла мимо него С раскрытым перламутром веером И слегка дрожащей руке тонкая высокая девушка В бледно-розовом газовом платье Невнятно мертво закрываясь веером выговаривала Завтра в четыре И Алла покраснев скрыла с толпе Он все так же твердо стоя на расставленных ногах И помахивая за спиной шапокляком Самодовольный усмешкой прикрыл глаза В знак того, что слышал ее Я дерзко шагнул к нему И, замирая от бешеной зависти Раздельно сказал, как заправский скандалист Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь Он удивленно поднял брови Что с вами? И с кем я имею честь? Я запальчиво перебил Я сейчас поставлю вас в известность, кто я А пока скажу, что вы хам И что я вызываю вас Он сдвинул ноги, выпрямился Вы пьяны? Вы сумасшедшие? Нас уже обступили Я бросил в лицо ему свою визитную карточку И, задыхаясь торжественной театральностью сумасшедшего Пошел по лестнице Вызовы с его стороны, конечно, не последовали О счастье мы всегда лишь вспоминаем О счастье всюду Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем И чистый воздух, льющийся в окно В бездонном небе легким белым краем Встает, сияет облако Давно слежу за ним Мы мало видим, знаем О счастье только знающим дано Окно открыто Пискнуло и село На подоконник птичка И от книг усталый взгляд я отвожу на мир День вечереет, небо опустело Гул молотилки слышен на гумне Я вижу, слышу, счастлив Все во мне Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok